До конца этого года в Могилевской области планируют провести первую операцию по пересадке почек. Вслед за другими областными центрами и у нас откроется центр нефрологии в Могилевской областной больнице. Здесь обеспечат необходимые условия, чтобы выполнять трансплантацию органов. Сейчас покупают оборудование и расходники, обучают специалистов и врачебные команды. В регионе в пересадке почек каждый год нуждаются около полусотни пациентов. Екатерина Городницкая встретилась с людьми, которые уже перенесли трансплантацию. Большие и маленькие истории людей, для которых операция стала поворотом в жизни, думаю, все слышали не раз. Но эта семья до сих пор, можно сказать, вдохновляет многих могилевских пациентов с заболеваниями почек. История пары Марины и Максима Шанталусовых началась в отделении гемодиализа областной больницы. Познакомились мы достаточно давно, лет 20 назад. Тоже так, мельком, опять-таки, в больничных условиях. А уже поплотнее в этом отделении на диализе встретились. Это когда 20 лет было. Вы, Марина, не хотите заходить в диализный зал. Почему? Ну, это уже в прошлом, конечно. Воспоминания очень тяжелые. Так как я провела 4,5 года в этом отделении. Не все назвали бы это жизнью. На гемодиализ приходилось ездить через день. Это тяжелая процедура очищения крови, длящаяся несколько часов. И хоть со временем гемодиализ стал мягче, это все равно жизнь в условиях болезни. А после пересадки почки, говорят врачи, человеку дается шанс жить абсолютно полноценно. И в один прекрасный момент, я как раз была на этой процедуре гемодиализа, мне позвонили из Минска и предложили, что есть для меня почка, которая подходит для меня. После пересадки почек Марина и Максим исполнили свою давнюю мечту о путешествиях. Уже побывали в нескольких странах. Но самым своим большим счастьем они считают дочку. Ведь только после трансплантации Марина смогла стать матерью. Соня, что ты скажешь маме? Спасибо. Конечно, спасибо. Я тебя люблю. Первую почку в Беларуси пересадили в 1970 году. Это были первые и не всегда удачные шаги в трансплантологии. За последние 10 лет эта область медицины шагнула далеко вперед. Сегодня пересадки спасают тысячи жизней. Только на Могилевщине живут 250 человек с донорскими почками. Сейчас 57 лет уже, 55 было на момент поступления в отделение. То есть это говорит о том, что 57 лет – это не противопоказание к пересадке почки. Она сейчас будет активным человеком. Открытие центра нефрологии приблизит оказание медпомощи к месту проживания пациентов. Ведь после выписки нужно было не реже одного раза в неделю посещать Минский центр для контрольного обследования. К тому же для пересадки, в частности почек, важна быстрая доставка органа, чтобы снизить время консервации. Пять и более лет тому назад пациент на диализе ожидал донорскую почку. Бывало по пять лет. То в настоящее время средний срок ожидания донорской почки составляет примерно около полутора лет, что является очень великолепным, скажем так, показателем. Кстати, это один из самых низких в Европе показателей по длительности ожидания. Хотя, конечно, человек может ждать свою подходящую донорскую почку всего лишь сутки. На все воля случая. И с этим соглашаются даже врачи-прагматики. Субтитры создавал DimaTorzok